На днях прошла очередная встреча главы Дмитровского городского округа с жителями микрорайона ДЗФС. На предыдущей встрече в декабре прошлого года Илья Поначевный пообещал помочь дмитровчанам, живущим в этой части города, сохранить амбулаторию ДГБ, которая располагается в одном из торговых центров микрорайона. И на встрече, которая прошла в последний день февраля, глава отчитался о том, что договоренность о продлении аренды для амбулатории с собственниками помещений достигнута. Наверное, все уже слышали, да, все знают, что благодаря нашей с вами совместной работе, потому что я честно хочу сказать, что без вас, наверное, я бы не справился, без вашей поддержки, инвесторы вот этого здания, или собственники, если правильно, да, этого здания, в котором расположена у нас наша поликлиника, они пошли нам навстречу, и наша больница заключила с ними арендный договор, и теперь она, ну какого года сейчас? На один год. На один год с последующей пролонгацией. Жители ДЗФС поблагодарили Илью Поначевного за активное участие в жизни их микрорайона, и рассказали о других своих проблемах, необходимость решения которых давно назрела. Конечно, это в первую очередь проблемы старого жилого фонда в этой части Дмитрова. В некоторых домах само проживание представляет опасность для его жителей, сообщили домовладельцы, но при этом не все из этих проблемных домов включены в список аварийных. Прошу вас обратить внимание на аварийные дома, например, дом 30, дом признан аварийным в 2011 году, года постройки 51-го, неразумно происходило стального ремонта, трубы, воды нет давления, в доме проживали больше 30 несовершеннолетних детей. Мы обращались в администрацию и приходили в жилищную инспекцию. Все отписывались, только красиво. В том году упал талот на ребенка. Было сотрясение, это все зафиксировано. Нашло до Москвы. Никто не приехал, даже ни разу. Спросили, а как, а что. Вечером детей даже не могут помыть. Проживает многодетная матеря. А как воды вообще нет? Я прошу, пожалуйста, обратите внимание, что у нас еще. Глава Дмитровского округа пообещал лично приехать в один из аварийных домов, чтобы своими глазами увидеть условия, в которых проживают дмитровчане. Много нареканий поступило от людей к деятельности фирмы-управляющая компанией ЖКХ, которая обслуживает большую часть жилого фонда микрорайона ДЗФС. Илья Поначевный дал дирекции этой компании три месяца на исправление ситуации. И если по истечении этого срока работа с людьми и их жалобами не будет налажено, то глава городского округа поставит вопрос о смене управляющей компании. Также пенсионеры ДЗФС пожаловались на повышение тарифа в местной бане и на то, что нет льгот для пожилого населения микрорайона. Действительно, там тариф повысился. Мы с вашими соседями, наверное, правильно будет сказать, да, вот они там далеко почему-то в этот раз сели, по рыжему присаживались, договорились, что в ближайшую неделю мы пересмотрим тариф, посмотрим, как его можно уменьшить, и будет все нормально функционировать и работать. Естественно, разговор о городских проблемах не мог не коснуться качества местных дорог. Так люди обратили внимание главы округа на плохое состояние дорожного полотна на кругу у Макдональдса, перекресток Махалина-Профессиональной. Московская фирма «Арус» рядом возвела торговый центр, и строительство этого круга было частью обременения для застройщиков. Но «Арус», посчитали жители ДЗФС, отнесся к своим социальным обязательствам безответственно. Жители не могли не поднять на этой встрече зловой городского округа. Вопрос и о полигоне твердых бытовых отходов не пеяно. Главное, что интересовало людей, это будет или нет полигон закрыт в ближайшее время, как это обещали областные власти. Единственный вопрос по мусорке, какой сейчас стоит, чтобы вы тоже понимали. Сейчас вице-губернатор Пестов вызвал руководителей ЭКОЖИЛКОМ и сказал, коллеги, если вы справитесь, если вы не обманете людей, то делайте. Ну делайте, чтобы было всем видно, да, и в октябре закрывайте. Если вы не справитесь, отдайте это в муниципалитет, и муниципалитет сам ее закроет и рекультивирует. Мы деньги на это выделим. Вот сейчас руководство ЭКОЖИЛКОМа, как это назвать, ну там, чешет макушку и думает, что делать. Мне, как администрации, да, мне все равно, лишь бы это было сделано и выполнено, и люди мне были обмануты. Вот это моя задача. Также Илья Поначевный сообщил свежую информацию по Дмитровским очистным сооружениям. Сейчас идет работа над проектом масштабной реконструкции очистных. Областное правительство на это уже выделило деньги. Работы по реконструкции начнутся либо в конце этого года, либо в начале 2020-го. Дозвониться не можете, что ли, или что? Продолжение следует...